Нет, нет, целый, прям целый. Вы что делаете в данный момент, девушка? В данный момент я распаковываю. Зачем вы вскрываете упаковку? Вы вообще нормальная, адекватная, нет? А по-моему, нет. Я вам сказал, взвесите. Вы что делаете? А я не могу вам взвесить. Можете, можете, обязаны. Вы что творите? Совсем что ли с домовой недружкой? Я что-то не пойму. Я вам могу сказать. Вы палку колбасы, когда я ее покупаю, вы будете вскрывать меня взвешивать? Или что? А почему вы взвешиваете? Так вы, по-моему, что вы творите, что вы все? Я что-то не понимаю. Если я возьму палку колбасы, вы ее будете вскрывать из упаковки, мне взвешиваете? Да. Чего? Какие кончики и у чем не отрежьте? Так вы же палку колбасы. Я вообще говорю, любую палку, упакованную вакуумную упаковку, вы мне что, ее вскрывать не хотите? Да, я умею. Вот, упакованная, вот, ближе к вам. Хорошо. Я вам ее вскрою, потому что старый, я не знаю, сколько она здесь, без старой. А в упаковке она весь... Какой без старой? Упаковка весит что-то тоже. У вас на упаковке написано, сколько, какой вес. А оно у меня так не пройдет. Я не собираюсь сейчас есть, я буду есть через два дня. На чем мне должно порвиться в холодильнике лежать? Извините, значит, я вам по-другому не взвешу. Вы что на меня оретесь? Зовите директора. Немедленно. Это что за безобразие? Ты хоть ир, устрой себе в пол. Немедленно. Ты мне тыкать еще будешь, обезьяна. Да вот я еще раз говорю, ты... Ты мне тыкать еще будешь. Ты мне все факты упаковываешь, ты не охренела. Вот для чего нарушается заводская упаковка. Потому что просроченная, срок годности, изготовленная 30-го, 08-го и будем до 29-го, 09-го. Кошмак. А сейчас у нас 3-е десчатые. То есть она вскрывает, чтобы вот это вскрыть. И мне сделать этот товар свежим. Ну это умышленный, Арман Наганин. Умышленный, это вообще. Она прекрасно осознает, видит, что просроченная. Да, и вскрывает специально, чтобы покупатель не видел. Они все просроченные. Здесь срок годности указан снизу. А здесь его оторвали. На одной оторвали. Здесь они заклеили. Упакованы 29-го. Но опять же срок оторванный срок годности. Вот это называется умышленное. И там, соответственно, тоже оторвано. Вот чтобы скрыть следы, они скрывают. И также это они не продают целым. Так это просто беспредел. Я такое вижу в первый раз. Не, ну самое интересное, она что спорит с тобой? Да, она мне заказывает. Это прикинь, я покупаю пакет полака, мне берут на кассе. Это скрывает пакет полака. Говорят, пей с кеселя, никогда не уйдешь, пока не выпьешь. Это просто беспредел. Продукты после скрытия хранятся гораздо меньше. Я ехать буду не сейчас, а потом буду кушать. То есть она будет портиться в холодильнике лежать. Не, ну ты поросил ее завесить целое, зачем она скрывает? Зачем она? Ну, мы-то знаем, зачем она скрывает. Не, она знает. Не, она знает, конечно. Зам. Замечательно. Смотрите, какая она ситуация получилась. С ней стояла девушка, которая в итоге нам факью показала на камеру. Я попросил, чтобы она мне взвесила кусок мяса. Я должна ее продавать без упаковки. Это что такое? Не, ну она может подумала, что вам кусочек, ну очень маленький. Она просила нарезать, какая, если я ей даю два куска, мне надо взвесить два куска. Вот этот кусок и вот этот кусок. Она начинает скрывать. Но вам взвесили в итоге? Нет, мне не взвесили. Она встыла, упаковка. Ты как вообще понимать? Разберемся. Так, ведите, пускай она извиняется. Ничего себе, факт, что она показывает мне на камеру. Тыкать начинает. Вы что, совсем уже балдели? Как бы я не видел, что она показывала? Да камеру включите, да посмотрите. Ну как бы вы тоже в масочке должны быть. Да что вы, а где еще должен быть? Вы на нас на себе натяните, прежде чем просить. Я не должен никому быть в маске. Позвоните на свою службу поддержку, он скажет, что вы не имеете права требовать с нас. Можете попросить, но не требовать. Вы рассказали, я вам отказал, все. Вопросы какие? Дальше, мне надо, чтобы вы взвесили. Что, вот этот кусок? Да, этот кусок. Хорошо, сейчас взвесим. Тебя замдиректора решил взвесить. А, сама решила. А так и так и не вышло. Во-первых, вы хотите, мы с вами пообщаемся. Как вы думаете, почему она стала вскрывать, чтобы не взвесить? Без малейшего понятия. Без малейшего понятия, я вам объясню. Вводим до 29.09. А сегодня у нас 3.10. Она знает о том, что это просрочено. И у вас они все просрочены. И смотрите, как вы интересно делаете. Упаковано 29.09, хотя просроченный день. Просто оторвали срок годности. Просто оторвали место срока годности. Вы думаете, это совпадение? Где-то еще 2 пачки. Какие же 2 пачки? Где срок годности? Специально оторвали срок годности. Чтобы человек пришел, ему вскрыли, отрезали кусочек. И опачки сделали свежим товаром. Но, возможно, это другая партия была. Ладно бы на одной случайно. Здесь оторвали и наклеили. Сэмом. Получается, 3 упаковки. Это все просрочено. Разберемся? Не просто разберемся. Так. Вот колбаска. Написано, сколько у нее? 72 часа. Смотрите, как. А что же было на старом цене? Это не 2 дня. В дней 5 в таком состоянии колбаска превращается без упаковки. Она уже зажукла вся, аж внутрь завернулась. Но это дней 5 не может быть. Да что вы? Там зре сделаете, да. Где? Когда будет в ней 5, совсем другое состояние будет. Не надо, не рассказывайте. Я этим занимаюсь год, уже знаю. Почему оторвали старую? Чтобы, наверное, увеличить срок годности? Да? Почему увеличить срок годности? Ну как? Здесь же есть срок годности. Где? Вот здесь. Так вы ее разрезали, он уже не работает. Это понятно. Здесь у нас что? Здесь у нас что? Переупаковка. Ну, другую. Старую оторвали, где уже по сроку он просроченный. И приклеили новую. Клип просроченный. Почему у вас на реализации? Да, 25 и 2 часа. Да, не сняли. Не сняли. Видишь? Не сняли. Не сняли. Так, что? Вводим до 0,3, 10. 4 пачки. На витрине нет ни одной ляпки, когда это все изготовлено. Вообще, срок годности сосиски в тесте, любого продукта, где начинка курица, сосиски, колбасы, сыр, 3 часа при температуре зала. Там у вас нет ни одной ляпки. Это мы сняли вот самое, что самое опасное, да, при отравливании, чем отравиться можно. Это вот как раз с очистками, с курицей, сыром. Нет ни одной ляпки. Ну, я понимаю, сейчас они выйдут новые, сейчас на старые наклеивают новые, да? Почему на старые новые? Ну, а там же старые все люди. Сейчас снимаются, списываются. Я не вижу. Или подходят, покупают старые, не списанные. Почему? Сейчас разберемся, все пересмотрим. Разберетесь, пересмотрим. Наталья, я не понимаю, зачем вы сейчас пытаетесь увиливать? Я человек новый, работаю недавно. Вы все новые. Мы сколько сюда приходим, и в другие магазины всегда новые работники. Две проблемы, значит, у нас вот дураки и дороги, да, и в магазинах новые работники, и я только пришла на смену. Понимаете? Вы говорите, что разные партии, а давайте мы... Послушайте меня. Послушайте, пожалуйста. Свините, пожалуйста. Я вам лично ничего плохого не сделала. А в чем вам не нравится тон? Я специально говорю громко, чтобы это было хорошо слышно. Я на вас голос не повышаю. Прекрасно на вас слышу. Прекрасно. Я говорю так, как считаю нужным. Я вас не оскорбляю, матом не называю. Слава Богу, спасибо. Ну, так я себя всегда веду корректно, понимаете? То, что я под шум ваших песенок и палатера разговариваю громче, чтобы зафиксировался наш разговор на камеру, понимаете? Понимаю. Поэтому я продолжу свою мысль. Значит, вместо того, чтобы извиниться, принести извинения, вы начинаете увиливать. Это мое личное субъективное мнение. Но я хочу, чтобы с вашей стороны было понимание. И вы готовы были справиться в этой ситуации? Мы справимся. Обязательно. Почему вы придумываете, что это из другой партии, мясо и тому подобное? Я предлагаю другой вариант. Такой? Может быть, еще такой вариант. Да, вариантов может быть много, понимаете? Если нет удата, то все, товар некачественный. Товар не будем продать. Как минимум, вы должны извиниться за действия своего. Извините. Перед Денисом Анатольевичем. Извините, Денису Анатольевичем, вашего сотрудника. Все, это мы услышали. Мы не стали весь хлеб собирать. Я поняла. Поэтому мне большая вам просьба, чтобы хлеб все-таки был упакован и на нем была маркировка. Ладненько, Наталья, спасибо, что выслушали меня. Давайте тогда все это дело ускорим. Полицию мы вызывать не будем, потому что у нас есть еще магазины, куда нам нужно заехать. Мы ехать платный руководитель. Да, по крайней мере, извинились. Наталья, что у вас с работниками происходит? Требования масла-минейк. Вас факцинировали? Что ты бесишься? Я не бесусь, я просто прошу. Что ты бесишься, рот закрой. Не надо разговаривать. Рот закрой. Я не была к коронавируса, я прошу, одеть рот. Рот закрой. А вы, не надо так рассказать. А вы, 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 вы маска, ты что такая назойливая, а? А что назойливая? У вас, руководитель, переказали. Тебе работу приказали сделать, и сделала, и старостой молчит. Я делала, а что мне развлекательное. Рот закрой. Я не буду старше вас. Ты чего лезешь? Тебе сказали нет. Чего ты лезешь своей маской? Потому что у меня знакомый болит, коронавирус. Вы в маске, все вы переживаете. Наталья, оденьте, нормально. Одену и вы оденьте, пожалуйста. Вы сами скандал провоцируйте. Что это такое? А что такое? И не стоите, молчите. У вас от руководства свыше. Да мне не надо кричаться. Я звонил в перекресток по горячей линии и сказал, что нас требуют маски. Она сказала, что они не имеют права требовать. Она могла попросить. Один раз. Ну не 10 раз нам требуются маски. Я не отказывала. Я же не могу. Что вы требуете о нас? Что вы требуете о нас? Да просто боюсь. У вас стоит руководить. Боюсь, сидите дома. В чем проблема? В такси мы садимся, маски не одеваем. По улице идем, маски не одеваем. В другой магазин заходим, маски не одеваем. В подъезде не одеваем. Хорошо. А в магазине мы испугаем. Нет закона ни одного нету. Ну папа это нету. Свидел обсуждать. Вы больше телевизор смотрите. Охрана. Все, давайте. Будьте добрыми. Они за штрафы выписывают. Реальные штрафы. Значит, поскольку у нас возникла конфликтная ситуация, мы должны сейчас закончить фразами, что у никого никаких претензий нет. Да, вот у нас. Да? Наталья, произносите на видеозапись, что претензий нету, что вот эту просрочку выявили, выявленные замечания, мы вам отдаем на утилизаторию. Спасибо. На этом подарок справимся. Акцию вы на модель, чтобы вас не введили в кражах, в хищении и тому подобное. А с этим всем разберемся. Претензий нет. Наталья, я, конечно, извиняюсь, но не угу, а можете произнести те фразы, которые я произнес. У вас претензий нету. Можете сказать? Претензий нет. Все, претензий нету. Да. Все, пошли, Денис. Спасибо. Поздравляйтесь. Всего хорошего, до свидания. И большая просьба не давить психологически на покупателей, если у них нету маски. Это их личное дело. Попросили, порекомендовали, и все на это. У вас работники ходят с маской на подбородок. Все, Денис, пошли. Всего хорошего. Я хочу отвечать за себя. А у вас и вообще нет. Не надо на меня. Вы требуете такой день. А потому что у меня подруга умерла от коронавируса. Ну и чтобы все умирают. И вы умрете скоро, понимаете? Либо не скоро. А я не хочу умирать так, как у меня. Так оденьте маску. Жизнь такая, понимаете? Так оденьте маску. Сложно? Для того, что я одену маску, от меня, знаете, 10 лет не прибавится. Вы тоже не друг от друга будет меньше. И от меня я от вас. Вот беда, когда у нас в магазине работают такие работники. Вот благодаря вам, у нас вот этот, маразм в стране, понимаете? Да, маразм в стране. Понимаете? Потому что вы готовы к честь отдавать за всякую ерунду? Если год назад я к этому относилась спокойно, то теперь маму меня не поменялась. Да как относитесь спокойно? Так оденьте маску. Ну не будет никаких вопросов. Давай, уважаем. Я не хочу сейчас жестко вам отвечать, понимаете? Да вы можете отвечать какой-то, чтобы он не нашел. Я хочу. Трусы сними. Пожалуйста. Дальше что? Дальше что? Дальше что? Давай, листочки, я тебя пропишу. Пропишите и обоссотите и пройдите через законодательство. Какое законодательство? Ты вообще, ну... Хотя бы через администрацию. Ты хоть когда-нибудь читала законодательство? По тебе видно, что ты законы вообще только по телевизору смотришь. Вот так? Вот так. Прекратите. Прекратите. Все, всего хорошего. До свидания. Да мало ли что. Да ты хамить начала. Мы разговариваем с руководителем. Ты начинаешь лезть в разговор. Я ни разу на вас на ты не назвал. Да какая разница на ты или не на ты? Какая разница? Вы же по культурным, вы же блогеры. Будете во всем, когда культуру. В смысле? Я культур на себя веду. Я не вижу ничего плохого в слове ты. Да. Может, я послушаю нам. Вот я директору попросил. Ну хоть послушались наконец-то, директор. Один работник посылает и факты показывает. Второй работник без маски требует с нас маски. Это какой-то вообще беспредел. И главное, руководителя никто не слушается. Денис, я свое мнение скажу. Как только я увидел, что директор, ну замдиректора, начинает придумывать сказки про то, что это из другой партии мясо и тому подобное, дальше можно разговор было не продолжать.